Хорошо, мы пойдем дальше. Мы кончили там, где мы видели Иисуса на Кресте. И Сатана думает, что это его победа. Но это начало его падения. Мы будем читать коринфянам 2 глава 6 до 8 стиха. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего, проходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Крест это сокрытая мудрость. И Павел говорит, что если правители мира сего познали бы крест, то они не распяли бы Иисуса. И правители мира сего, это не Ирод и не Понтий Пилат. Потому что Павел написал, правители мира сего проходящие. Ирод и Понтий Пилат уже прошли, когда это написано было. Правители мира сего, о которых Павел здесь пишет, это те же самые силы, которые описаны в Версианах 6 главе. Это мироправители тьмы века сего. И они не поняли план Креста. И Сатана верил, что Крест удалит Иисуса. Но истинно то, что Крест удаляет власть Сатаны. Потому что Бог нечто совершил на Кресте, то, что себе никто до этого представить не мог. Когда Иисус был на Кресте, он сказал нечто. «Ватер, я предаю Мой Геист в твои руки предаю Дух Мой». Я предаю тебе Мой Дух. Некоторые люди думают, что Дух Иисуса вознесся к небу, и только тело Его висело на Кресте. Это не то, что говорит Библия. Библия говорит, что Бог свершил нечто драматическое над Иисусом. Иисус взял грехи всего человечества на Себя. И потому что грех – это духовная проблема. Это не телесная и не душевная проблема. Иисус взял этот грех в свой Дух. Он не только нес наши грехи. Иисус сделался жертвой за грех. 2 Коринфянам, 5 Глава, 21 Стих. Бог сделал Иисуса, который не знал греха, для нас с Сuki. Он принял всю греховную Натур по себе. Я, конечно, не хочу этим сказать, что Иисус согрешил, Иисус взял болезни людей в свое тело, Исайя 53 говорит, что Бог поразил его болезнью, Иисус никогда не болел, Иисус не мог болеть, потому что Он не был под властью Сатаны, Он не был под проклятием, потому что божественная жизнь была в нем, но Он взял наши болезни на Себя, И в этом же смысле Он принял наши грехи в Себя. С его Духом случилось то, что случилось с Духом Адама в саду. Грех совершает мгновенное разделение с Богом, Потому что Бог святой Бог, И Он не может иметь общение с грехом. И когда Иисус принял в Себе этот грех, И когда Иисус принял в Себе этот грех, То случилось нечто ужасное для Него. Первое, в его всей жизни, Он пережил разделение со своим небесным Отцом и с Духом Святым. Во всей вечности Иисус никогда не был разделен со своим Богом. И когда Он стал человеком, Он имел это общение с Богом. Но сейчас, когда этот грех действовал, И когда Он принял наш грех, Иисус сказал, что Он вызвал, «Мой Бог, мой Бог, Почему ты меня оставил?» Он впервые был совершенно отделен от Бога. И Иисус не сошел как победитель в Преисподне. Библия говорит, что Он не зашел в Преисподнюю. Это действительно так, как посланник евреям говорит, что Он вкусил за нас смерть. То это была не только физическая смерть, Сонно, это была духовная смерть, прежде всего. Потому что эта смерть была участию людей. И Иисус, это наш заместитель. И Он пережил все страдания смерти и мучений за нас. И в своем восхищении над смертью Иисуса Сатана нечто упустил. Бог создал легальную базу, основания, чтобы начать свои действия. Сатана был господином смерти. Он имел власть и авторитет смерти. И Бог, хотя Он сильнее, Он не мог просто прийти, связать Сатану и бросить его в озеро огненное. Но Бог был достаточно сильным, чтобы сделать это. Но Бог должен был создать себе основания, на котором Он мог остаться святым и праведным. Если бы Бог просто пришел и удалил Сатану, то он бы сказал, что те люди, которые со мной, они должны прийти со Мною в проклятие. В деле спасения дело шло не в том, кто сильнее, Бог или Сатана. Но дело было в том, чтобы создать легальное основание, которое сделало бы возможным, начать Богу действовать, и при всем этом остаться Богом истинным и праведным. И когда Сатана забрал Иисуса в Царство мертвых, то он не заметил разницы. Что все люди, которых он брал в свое Царство после смерти, были люди, которые согрешили, и которые имели натуру греховного духа. И на этом основании он имел право мучить людей. Но Иисус взял наши грехи, так он принял натуру грешника добровольно. Но он никогда добровольно не соглашался с грехом. Он никогда не согрешал никогда не приступал воле Божьей. И таким образом он был несправедлив в Царстве мертвых. Сатана применил право смерти в таком случае, где он на это не имел права. И это дало Богу право легально начать свои действия в Царстве Сатаны. Иисус не сам восстал из мертвых. Писание ясно говорит, что Бог воскресил его. Когда Иисус принял в себе этот грех, он находился в тотальной беспомощности. И он ничего больше не мог сделать для себя. Но он никогда не соглашался с грехом. Он понес наказание в Царство мертвых за нас. Бог послал Духа Святого за Ним. И Бог, Дух Святой, действовал в Иисусе. И Иисус пережил то, что до этого никогда не совершалось. Человек под властью Сатаны был посещен Духом Святым. И что-то революционное свершилось. Иисус говорит о себе, что Он первородный из умерших. Прислушайтесь внимательно. Первородный из умерших. Бог, Дух Святой, пришел к Нему. И Иисус получил новый Дух. Болезнь и грех были отложены. Жизнь от Бога пришла в Него. И силы тьмы не могли его больше держать. Петрус, когда он проповедовал в День Пятьдесятницы. Деяния апостола, вторая глава. Что смертью было невозможно удержать его. Пока ты под смертью понимаешь, просто не существовать, просто конец всему, то ты не понял то, что говорит Библия. То, что я сейчас говорю, случилось в те три дня, когда тело лежало в гробу. Гроб был заключен. Солдаты стояли перед гробом и охраняли. Они должны были воспрепятствовать воскресенье. Но у них были представления о воскресенье, как у многих христиан. Воскресенье свершилось не в гробу. Воскресенье свершилось в царстве Сатаны. Там Иисус получил жизнь от Бога. И эта жизнь просто восстала. И силы Тьмы просто упали. Иисус говорит в Откровении первой главы. Я был мертв. И теперь я жив. Иисус не говорил, что он три дня отдыхал в гробу или спал. Я был мертв. Я был под властью Сатаны. И я там все заплатил. И теперь я живу. И я имею ключи Ада и смерти. Иисус, первый человек на этой земле, который из состояния духовной смерти к новым отношениям с Богом пришел. Колосса 1, Vers 18. Колоссианам 11, стих 18. Первородные из мертвых. Без der Heilige Geist mir diese Dinge gezeigt hat, wusste ich niemals, was das bedeuten sollte. Пока мне Дух Святой не показал эти вещи, я никогда не знал, что такое смерть. Иисус убеждает Сатанову. Нимает ему ключи. Слыши – это символ авторитета. И он отнимает похищенное, что Сатана похитил у него. Он говорит, Луки 11, 21-22. Если сильный охраняет свой дом, то все его будет сохранено. Но если он придет сильнейший, то он отнимет у него власть и свяжет его. И в греческом написано так, что все оружие будет у него отнято. И все вооружение его будет отнято у него. И похищенное будет снова разделено. Это то, что Иисус совершил в Царстве мертвых. Потому что жизнь была в нем. И дело было совершено. Он пришел назад в дроп. И взял свое тело. И в тот момент, когда он прикоснулся к телу, то это тело в одно мгновение стало живым. То, что импульсы жизни были в нем. И жизнь была такая сильная, что она поглотила смерть. И ангелы пришли и отвалили камень. И не для того, чтобы Иисус мог уйти, но для того, чтобы Мария и Петр могли заглянуть туда. Иисус был комбинацией из Духа и Тела. И он мог проходить через стены, через закрытые двери. Он не имел нужды, чтобы ангелы убрали этот камень. Это Бог сделал для Петра. И Иисус говорит к Марии, не прикасайся ко мне, потому что я еще не восходил к Отцу моему. Почему нет? Это проект der Erлösung был еще не закончен. Посланник евреям говорит нам, что Иисус вошел на небо и небесное святилище очистил своей кровью. И это было сперва полным искуплением. Поэтому он сказал Марии, не прикасайся ко мне, ибо я еще не восходил. Станд dieses Werk это дело было еще перед Ним. И ни один нечистый человек не должен был прикасаться к Нему. Так как пересвященник в Старом Завете должен был быть совершенно чистым, когда он приходил перед Богом. Позже Иисус открывается ученикам и тогда и Фома слышит об этом. И Фома говорит, я не поверю, что он воскрес, если я не положу моих перстов в его раны. Потом Иисус пришел снова к ученикам и в этот раз Фома был на этом богослужении. Библия говорит, что мы не упускали собрания наших. И в этот раз Фома был послушным. Иисус пришел и сказал, возьми твои руки и прикоснись ко Мне. Лег deine Hand в сторону и в раны Мои. И Фома прикоснулся к Нему. А к Марии он сказал, не прикасайся ко Мне. Потому что я еще не восходил. Есть две возможности, это сейчас zu verstehen. Или же Иисус изменил свое мнение. И сказал, все-таки пускай люди прикасаются ко Мне. Или он в это время восходил к Отцу. И он сказал, как Пирасвященник за своей собственной кровь. Hebrея 9, 11 в 19, 11 и говорит, что он очистил небесное святилище. И потом он вернулся назад и явился ученикам. И он сказал им, примите Духа Святого, это тот момент, когда ученики были рождены свыше. Иисус есть первородный из мертвых. И следующие, от второго номера, я не знаю, может быть до сотого номера, это были его ученики. Если мы понимаем, что говорит Слово Божие о Кресте, то мы понимаем, что свершилось с нами. Мы были мертвы, говорит Павел. И вся нам вторая глава. Мы были мертвы в грехах. И мы свершали волю тьмы века всего. Дух века этого нас управлял. Мы были духовно мертвы. Это значит, не способны иметь общение с Богом. Кто духовно мертвы. И хочет иметь контакт с Богом. И он пренебрегает тем, что совершил Иисус на Кресте. И это очень тяжело и напряженно. Но если мы имеем жизнь Божию в нас, то мы с Богом одно, все равно, куда мы пойдем. Мы имеем общение с Богом, и когда мы едем на машине, или идем закупать, или что-то предпринимаем с семьей, или сидим на богослужении, мы всегда в общении с Богом. С нами случилось то, что случилось с Иисусом. И состояние духовной смерти мы родились свыше. Иисус сказал Никодему, если кто не родится свыше, то он не может увидеть Царство Божье. И мы рождаемся свыше в тот момент, когда мы принимаем для себя то, что Иисус сделал. Мы принимаем это спасение, когда мы слышим о том, что совершил Иисус. когда мы в это верим, это включает и то, что мы должны верить в то, что мы безнадежно потеряны. что нам не только немножко морали нужно, и не просто немножко напряжение нашей силы воли, теперь я хочу лучше жить, для обещания, что то или другое зло я больше никогда не буду делать. Когда мы слышим о том, что совершил Иисус, мы или пренебрегаем этим, или принимаем. если люди этим пренебрегают, то только потому, что оно для них им кажется очень радикальным. Иисус говорил, даже если ты будешь стараться стать хорошим, ты это никогда не сможешь. Тебе надо не только наружные изменения, чтобы снаружи быть хорошо помытым или новый костюм, и не доброе намерение теперь стать лучшим, но то, что тебе нужно, это новое рождение. И если мы это примем или уже приняли, как вы, если мы возлагаем наше упование на искупительное дело Христа, то мы будем приняты у Бога. Павел говорит, что если мы в сердце будем веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и своими устами говорит, что Иисус есть мой Господь. «Кто это делает, говорит Павел в послании к римлянам 10-9, тот будет спасен». И с Ним совершается то же самое, что и с Иисусом в царстве мертвых. Бог, Дух Святой, приходит, и мы рождаемся свыше. Никакой человек не может сам себе этого сделать. Но кто придет честно к Богу и принимает правду, Я так плохой, что я так плохой, я заслужил смерти, я не могу сам себе помочь. Но Иисус умер за меня, и я принимаю это, и я благодарю Бога за это, и я делаю Его Господом моей жизни. Тогда этот человек спасается. Несколько лет назад, когда я проводил этот семинар здесь в церкви, среди слушателей был один философ. Его звали Адам. Он был доктор философии. Он был почти профессор. Он должен был покинуть свою страну. Он мог там думать, где я себе больше ничего представлять не мог. И он каждый раз приходил, когда мы проводили семинар. И он очень внимательно слушал. И он всегда писал. И другие рассказывали, что он часами читает в Библии. И мы ему сказали, Адам, передай жизнь твою Иисусу. И он посмотрел на нас большими глазами. Он говорит, я это каждый день делаю. И я ему сказал, Адам, ты рожден свыше. Ты знаешь, что ты дитё Божие? Он говорит, нет. И ты видишь, что можно часами читать в Библии. И можно ходить на каждое собрание. И можно каждый день передавать себе Иисусу. И быть всё равно не спасённым. Но он этого не понял. Я сказал, мы сейчас пройдём, это точно. Что ты делаешь, когда ты передаёшь жизнь твою Иисусу? Я знал, что он где-то делает ошибку. И он написал мне, что он делает. Он говорит, я передаю жизнь мою Иисусу в надежде, что Бог её примет. И потом я жду. Я сказал ему, Адам, чего ждёшь ты? И пока Бог даст мне знак, что я у него принят. Он хотел своё спасение основать на чувствах. Он хотел основать спасение на видениях и сверхъестественных переживаниях, которые он никогда не пережил. И я ему потом сказал то, что сказал Павел. Я ему сказал, прими это как торговое отношение, как договор. Ты должен сделать одну часть, и одну часть должен сделать Бог. Можешь ты верить, что Бог свою часть исполнит? Он говорит, да. Я ему сказал, хорошо, если ты твою часть исполнишь, то это гарантирует Словом Божиим. Это стопроцентная гарантия, что Бог свою часть тоже исполнит. Я ему сказал, сейчас ты передашь ещё раз и последний раз твою жизнь Иисусу. Мы должны это делать в вере. Мы верим, что Бог тебя примет. Это вера утверждается на Слове Божьем. И не на каких-то чувствах. Или на видениях. Или на сверхъестественных видениях. И я сказал этому философу, слушай внимательно. Ты сейчас передашь твою жизнь Иисусу. И ты не будешь дать ответ от Бога. Но Бог сказал, кто исповедует Иисуса Уставе, и кто сердцем верует, что Бог воскресил Иисуса из мёртвых, тот будет спасён. И я вместе с ним начал молиться. И Иисус, я благодарю Тебя, что ты для меня умер. Иисус, я благодарю Тебя, что ты за меня умер. Иисус, я благодарю Тебя, что ты за меня воскрес. Что ты сейчас живёшь. Что я с тобой могу разговаривать. И я благодарю Тебя, что я сейчас тобою принят. И я верю Тебе, Иисус, что ты меня сейчас принял. Аминь. И когда мы сказали Аминь, то этот философ соскочил со своего кресла, и он поднял обе руки вверх, и он был поражен любовью Божией. Он кричал, я имею, я имею. У него последовательность была неправильной. Он хотел верить, что он принят, после того, как он это почувствует. Но Бог хочет, чтобы мы наше спасение основали на его слове. Мы не спасены, потому что мы себя спасенными чувствуем. Может быть, ты когда-то встал и чувствовал себя не совсем спасенным. Это у меня часто случается. Но меня с минуты на минуту мои чувства меняются. Когда я не имел слова, я всегда думал, что же случилось со мной? Что же нехорошего я сделал? Что я сейчас так нехорошо чувствую? Все прошло, все я потерял. Но если я сейчас встал, прежде чем я проверю, как я чувствую, я говорю, Господи, я благодарю Тебя, что Ты сейчас здесь. Я благодарю Тебя, что я спасен. И если сатана стучит и говорит, откуда ты это знаешь? Тогда я говорю, так написано. Кто призовет имя Господне, тот спасется. И я призвал имя Господне. И если я свое дело сделаю, то я могу верить, что Бог и свою часть сделает. Я спасен, потому что я верю, что Бог верен своему Слову. Я верю, что Бог стопроцентно верен. Кто так соглашается с Божьим предложением, тот переживает возрождение свыше. И это не какая-то далекая цель, иметь эту уверенность в спасении, что я дитё Божье. Есть люди, которые говорят, я надеюсь, что я спасен. Я не совсем уверен в этом, и это предоставлю Богу. Бог будет в определенный день судить. И не положено, чтобы я что-то к этому говорил. Такие люди никогда не могут стать счастливыми христианами. Они никогда не могут иметь авторитет над Сатаной. Это не знак покорности, если я говорю, что я не уверен, я должен предоставить Богу. Бог будет в свое время справедливо судить. И до того дня я буду смиренно лучшее делать. Такой человек не понял, что его самое лучшее, оно ничего не стоит для неба. Мы входим в небо не потому, что мы наше лучшее даем, а потому, что Бог дал свое лучшее нам. И потому, что мы это приняли. Потому, что мы поняли, что мы в этом нуждаемся. Мы отказываемся от собственных усилий и заслуг, чтобы оправдаться перед Богом. Некоторые люди хотят сначала освятиться, потом прийти к Иисусу. Но слово Божие говорит, что Он есть освящение наше. И мы приняты у Бога, потому что Иисус принят у Бога. И мы не надеемся на нас самих, но мы надеемся на то, что Иисус сделал для нас. Кто в это верит, тот получает уверенность, что Я есть Дитя Божие. Мы есть сейчас Дети Божие, говорит Иоанн. И через Слово Божие мы рождены свыше. 1 Петра 1, 23. Рожденные от нетленного семени, от Слова Божьего. 2 Петра 1, 24. Новое рождение – это поворот грехопадения. 2 Петра 1, 24. Бог снова обновляет то, что потерял Адам. Мы становимся новой личностью. Не по наружности, но в нашем духе. 2 Петра 5, 17. Павел говорит в 2 Коринфянам 5, 17. Кто во Христе? Тот новая тварь. Тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое. На немецком написано, что все стало новым. Но если так написано, если это истинно, то я еще не Дитя Божие. Не все еще стало в моей жизни новым. И в твоей жизни не все стало новым. Ты, наверное, заметил. Но самое главное свершилось. Мы получили новый дух от Бога. И Бог видит нас через Иисуса Христа. И Бог вложил в нас нечто, что мы должны теперь открывать. И насколько мы это откроем, настолько мы будем этим пользоваться. 1 Иоанна 5, 4. Все, что рождено от Бога, побеждает мир. Мы имеем божественную жизнь в нас. И поэтому мы больше не под властью сатаны. Поэтому мы имеем даже власть над ним. Колосса 1, 13. Колоссианом 1, 13. Отец спас нас от власти тьмы. И призвал нас в царство возлюбленного слюня своего, через которого мы имеем искупление. Иакобус 4, 7. Иакобус 4, 7. Противостаньте дьяволу. И убежит от вас. 1 Петра 5, 8 и 9. 1 Петра 5, 8 и 9. Мы можем противостоять сатане. В вере мы можем противостоять Ему. В вере в нашу тождественность. В вере в то, что Бог в нас сделал. Мы не отдаёмся просто всякому искушению, и мы не плачем, не кричим, потому что опять дьявол приходит нас посетить, и говорим, о, он мне даёт такие страшные мысли, когда же это всё кончится, где же мой пастырь, кто же для меня что-нибудь сделает, нет, если мы знаем, что Бог вложил в нас, что мы имеем новый дух, уже при рождении мы получили победу над сатаной, и Иоанн говорит, что тот, который в вас больше того, кто в мире. И мы говорим, сатана, хочешь ты видеть, кто во мне живёт? Тот, который тебя уже на кресте победил, он живёт во мне. Все мои грехи, они уничтожены. Я чист перед Богом. Он говорит, нет, ты не чист. Я всё ещё имею власть над тобой. Я снова прихожу с усилием, и я снова поймаю тебя. Ты не уйдёшь от меня. Если ты не научен в Слове Божьем, то ты будешь бояться этих атак сатаны. Но если ты знаешь, что случилось с тобой при твоём рождении ты не слышишь, ты можешь успокоить сатану, ты скажешь ему, иди, позови твоё подкрепление, приди с большой армией назад, и я покажу тебе, кто живёт во мне. И я покажу тебе, какую власть имеет одно Детё Божие над армиями тьмы. Всё зависит от того, как мы понимаем новое творение. И только Дух Святой может открыть нам эту Истину. Это самое необходимое, в чём нуждаются молодые верующие. Такой интенсивный библейский курс, что сделал Бог во мне через рождение свыше. Многие проблемы и вопросы разрешаются, когда мы начинаем понимать нашу творчественность. Павел молился неустанно за Эфессиан, и Библия говорит, что он до этого два года учил там. Я бы это охотно слышал. Два года учиться у апостола Павла. И потом, когда он ушёл, он пишет им Письмо. И он пишет, я молюсь неустанно о вас, чтобы вы получили Духопознание и Откровение, чтобы познать Бога, чтобы познать, какое богатство славы он имеет дать верующим. Чтобы могли познать ту великую силу, которая действует в верующих. И потом он говорит, что это сила, которая в нас действует. Это та же самая сила, которая действовала в Иисусе. Через эту силу Иисус был воскрешён из мёртвых. И он был вознесён на небо, превыше всех сил тьмы. И потом Павел продолжает, что эта сила, она действует и в вас. Мы с Иисусом вознесены на небо. И Сатана, он под ногами нашими. И Иисус есть голова. И христиане это тело. И Павел говорит, что Бог всё положил под ноги Христа. Сатана и все темные силы, они под ногами Церкви. И если наш Разум не обновлён через Слово, то мы посмотрим вокруг себя и скажем, что это не может быть правдой. Тогда бы этот город выглядел иначе. И он будет искать какое-нибудь переживание в будущем. Он будет просить Бога, чтобы он сделал что-то радикально, резко в его жизни. Но если мы примем эти откровения апостола Павла и попросим Духа Святого, чтобы он нас ввёл в эти Тайны, тогда мы не будем как Моисей перед Черным морем. И нам нужно эту молитву Павла и вся нам один, 17. до конца. Мы должны бы эту молитву для нас молиться. Всё снова и снова. И Бог услышит эту молитву для нас. Ефесианам 1, 17 и до конца. Открытые глаза для духовных реальностей Духовное творение. Это то первое, что мы как молодые христиане должны делать после нашего покаяния. Аминь. 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 Приветствую вас сердечно в продлении этого семинара. Мы изучаем библейские принципы библейской жизни. В последнем учении мы смотрели, как это жить по жизни Христовой. Мы видели, что Христос создал, сотворил нас на Христе. Для нас на Христе. Он попробовал для нас смерть. Он понёс за нас наказание. Он наш совместитель. И поэтому мы можем прийти к Богу, не боясь наказания. Мы говорили, что результат веры в Бога есть полностью новое творение в Боге. в нас. Мы имеем жизнь от Бога в нас. Часто случается в нашей жизни столько много чудесных дел, которые наш ум никогда даже не продаст, не хочет говорить об этом. И поэтому мы говорим, что нам надо познать новые вещи, иметь новое познание. И это познание приходит от того, если мы изучаем Слово Божие. Имея общение в Духе Святом, И Дух Святой будет нас приводить в познание полноценного человека. И если мы найдём новое познание в Слове Божьем, мы это принимаем. Ибо Слово Божие есть правда. Не имеет значения, что наш ум к этому говорит. Если Слово Божие говорит то, что мы есть, тогда мы и есть это. И если наш ум или наши чувства или наши приспособления говорят, что это даже не может такого быть, «Но это есть так, ибо Бог сказал, что это так есть». Мы хотим сегодня видеть, что такое значение креста, на котором Христос распят, которое уму человеческому непостижим. Апостол Павел говорит и показывает нам в примере, что Христос не только для нас на Христе умер, но что Он нечто даже с нами сотворил. И мы хотим видеть это в Слове Божьем. Мы хотим прочитать Римлянам шестая глава. Начнём с главы пятой, в конце пятой главы. Ферс двадцатый, вторая часть. И я хочу это прочитать до шестой главы одиннадцатого стиха. Вот. Субтитры подогнал Ему. Видите, что все, которые мы в Иисус Христов герадят, они в Семьи Тод герадят. Так мы с ним герадят, но мы с ним герадят в Тот, так как в Иисус христиан, как и умереть от Тот, поэтому мы должны мы в новое время в Анеке. Потому что если мы в Иисусе герадят в подобном Тоде, то мы будем им им вошлить в Уферстигах. Потому что мы знаем, что наш молодой человек Субтитры создавал DimaTorzok А когда множился грех, стала преизобильная благодать. Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жизнь будет в Нем. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Итак, и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, Господе нашим. Мы прочитали с пятой главы. Пятой главы, до шестой главы и одиннадцатого стиха. В этом примере мы видим освобождение от греха силы греха. Победа над грехом была одному новорожденному Кристу, происходит не от его желаний и силы, от своих собственных напряжений. Но приходит к силе от того, что мы познаем Слово Божие. И применение Слова Божьего во Христе. Паулус говорит здесь, в Риме 5, в 21 стихе. Так же само, пока мы жили во грехе, перед тем, как мы пришли ко Христу, так же само должна и милость быть в нашей новой жизни. Если мы вспомним, подумаем назад о нашей жизни, пока мы пришли ко Христу, вы можете вспомнить, что не всегда так было, если вы утром рано встали. И вы не имели в Духе Вашем сегодня целый день во всю силу грешить. Потому что это все равно случается в Вашей жизни. Каждый день. Без всяких напряжений. Без того, что мы даже к этому сильно приложаем усилия. Почему же это так происходит? Потому что мы были грешниками. Для грешника не тяжело грешить. Ему не надо этого учиться. Ему не надо к этому тренироваться. Они просто то освобождаются, что в них внутри находится. Многие верующие думают, ну, если я прихожу ко Христу, то я должен напрягаться, сильно напрягаться, сильно быть внимательным. Потому что если я то, что вовне, внутри буду объявлять наружу, это будет катастрофа. Но апостол Павел хотел другое сказать. Он говорит так же само, как грех имел власть над нами, так же само должна и милость Божья иметь власть над нами. И это значит, что мы познаем Крест Христа. Одно слово, которое дважды мы встречаем в этом месте, называется познание. Апостол Павел хочет, чтобы мы нечто познали. Чтобы мы познали, что Христос с нами сделал, когда Он умер на Христе. Но только то, что мы познали, можем мы применить в нашей жизни. И Он говорит во втором стиху, как же мы можем жить во грехе, греху, для которого мы уже умерли. Апостол Павел говорит, мы умерли для греха. В предыдущем учении мы видели, что грех живет в человеке. И что человек заставленный грешить. Но Крест Христовый этот грех победил. Апостол Павел доказывает нам, что это есть действительность, что мы для греха умерли. Он не говорит, что мы должны к этой цели прийти. Он и не молится об этом. Он и не постится об этом. И он не мечтает в одно прекрасное время эту цель получить. Ибо этого достигают многие верующие сегодня. Они считают, что послушание и победа над грехом это их небольшая длительная цель. Они надеются, какое-то прекрасное время эту цель достигнуть. Но свобода к послушанию не то, что мы нечто должны достичь или решить в нашей жизни. Что нам через многие годы послушание Богу может быть подарено. Но это подарок Божий, с которым мы начинаем. Послушание – это не цель, а старт. И послушание приходит от Господа. Бог дал нам послушание. Ты говоришь, если я на меня посмотрю, то этого даже не может быть. Но это твоя проблема. Ты больше в жизни веришь тому, что ты чувствуешь и переживаешь, чем Слову Божьему. И до тех пор, пока мы противимся Слову Божьему, и говорим, да, я бы очень с удовольствием это имел. Но я должен быть верный, справедливым. И ты можешь признаться в том, что ты этого еще не имеешь. Это слышится очень справедливо. Но и все же это противоречие Слову Божьему. Апостол Павел говорит в 6 главе к римлянам, в 17 стихе, что мы прежде рабами греха были, от сердца стали послышны тому образу уме учения, которому предали себя. Бог говорит здесь, мы стали послушны Богу от сердца. Ты можешь две вещи делать с таким Словом Божьим. Ты можешь сказать, да, это меня не касается. Я только могу посмотреть на мою жизнь в последние дни, которые я прожил. Я бы хотел туда попасть. Я надеюсь, что когда-нибудь я этого и достигну. Но сейчас, пока я еще этого не достиг. С этим твоим познанием ты можешь нечто начать. Слово Божие есть правда. И я есть то, что я есть. И когда он говорит, что я был горожан, если он говорит, что я стал послушный от сердца, он знает мое бывшее прошедшее перед тем, как я был христианином. И Бог несет ответственность, если он тебе что-то обещает. Чтобы нам действительно пережить Слово Божие, что она, о чем она говорит, мы должны его принять, так как она есть. И должны к Слову мы с Словом можем сказать да. И тогда мы можем его пережить по-новому. ибо наше бывшее переживание Слово Божие, без того, что мы еще его не имея в жизни, не применяя его в жизни. Но если мы это Слово Божие приняли от сердца, несмотря на то, что мы до этих пор его еще не толком пережили, и еще с Богом не могли сказать да, Господи, это так и есть, как ты сказал. Тогда мы живем в Слове, поверьте, да, и тогда мы можем, если мы в Него примем, пережить его по-новому. Бог говорит, что от сердца стали мы послушны Слову Божьему. Вспомни, что апостол Павел говорит к римлянам, апостол Павел этих людей в это время еще даже не знал и не видел. Это не то, что было собрание, которое только крепкие, здоровые верующие были духовно. Но апостол Павел говорил уверенно то, что произошло на кресте для нас. Заставление грешить для нас на кресте умерло. Да, в очень интересном виде. Мы бы хотели грех истребить, и мы боремся против греха, который мы часто видим в нашей жизни. Но вспомни, о чем я говорил предварительно. Это совсем нормально, если грешник грешит. И грешник грешит до тех пор, пока он живет в греху. Проблема есть не грех, а грешник. Итак, Бог не заботится грехом, но заботится с грешником. Но заботится Бог о грешнике. Что же он сделал с грешником? Грешник был настолько плохим, что он невозможно было его исправить. с грешником. Да, грешнику нет никакого надежды. Единственное, что можно с грешником сделать, это инвестирование. Да, что его надо распять. Да, и Бог это сотворил. Он никогда не заботится о грехе, с греха. Бог берет грешника с дороги. Апостол Павел говорит, что мы умираем со Христом на кресте. Стих третий не знаете ли вы, что мы крестившиеся во Христа Иисуса и в смерть Его крестились. Да, в смерть Его крестились. Мы есть часть того, что Христос умер и мы с Ним вместе. Рома 6, 6, кремлянам 6 глава, 6 стих, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Мы видим, что апостол Павел говорит о действительности. Это не желание благословения, апостол Павел говорит, я бы желал, чтобы это было с вами. Да, он говорит, это есть, это действительность. Наш ум может сказать нам, как же это может быть? Как я могу со Христом на кресте быть распятым? 2000 лет и много тысячи километров лежат между этом промежутке. Это невозможно. И еще мой опыт в жизни доказывает, что это неправда, что это не так. Жизнь, победная жизнь в жизни христианина, если мы познаем Слово Божье и вера в Слово Божье принесет нам новые и новые опыты в жизни. Но вера в наши до этих пор опыты принесет нам только те старые опыты, которые мы уже имели. если ты дальше думаешь, ты не способен что-то делать против греха и что грех все же еще имеет преобладание над тобою, ты будешь все время постоянно то же самое переживать, что ты веришь. Если же ты познаешь то, о чем говорит апостол Павел в этом месте, Бог взял меня с собой на крест и так как Христос был распят на кресте так же самое и я распят из него. Почему же это произошло? чтобы тело греха перестало жить. Это не то тело, которое ты видишь. Если Бог на кресте твое тело уничтожил, то мы сегодня бы здесь друг друга и не видели. это не телесное тело, это часть нашей личности, в которой мы раньше жили для греха. И это тело греха словесно будет обессилено, чтобы мы для греха больше не жили. Освобождение от греха приходит, если мы познаем значение креста на Голгофе. мы умерли для греха, не грех в нас умер, но мы жили там, где жил и грех, мы были распяты, грех был распятый, он и он живет в новой атмосфере. И это царство Божье. Там больше греха, но там живет справедливость Божья. Здесь страна, где живет грех, и ты выехал с этой страны и живешь в новой стране. Так же самое, если кто-то покидает одну страну и перебирается в другую страну. принимает подальство нового государства, его бывшая старая страна не имеет больше власти над этим человеком. Так же самое говорит Слово Божие происходит и с нами. Мы умерли для греха, противостоять греху на этом почве мы можем греху противостоять. Грех все еще здесь находится. Грех хочет даже над нами преобладать. Если мы не живем по вере, то мы можем опять вернуться в старую грешную жизнь. Старая грех хочет нас опять обольстить. Он сможет обмануть. Он все возвращается к нам и говорит да, я имею силу над тобою. Я все еще господин над тобой. Ты все еще должен делать то, что я хочу. И мы говорим опять грех вернулся к нам. Я думал, что я уже свободен от него. и опять он возвращается в мою жизнь. Да, мне придется с ним дальше жить. Но если крест Христа имеет силу в нашей жизни и грех приходит и стучит в сердце твое, ты открываешь двери сердца и говоришь извиняюсь, но здесь его больше нет. И ты говоришь, почему он больше здесь не живет? Да, он для меня умер. Да, но здесь же то же самое имя на дверях. Нет, имя старое. я стал новым человеком, здесь живет новая персона. Я с этой старой личностью ничего больше не имею общего. Мы больше даже не имеем никакого родства. У нас нет никакого контакта с собой. Я не могу этого принять. До свидания. Если кто-то во Христе, то новое творение. И многие христи имеют одну идею. Все, что с ними происходит, что Бог простил им бывшие грехи и милость состоит лишь в том, что они снова начинают жить. если бы только это все было, что Бог для нас сотворил, то бы имели только половину спасения. что же это нам может помочь, если мы как старые можем все снова начинать. Я имею страшную жизнь без Христа за мною. Если Бог сказал бы, что это все не хорошо, я прощаю тебе это все. И ты сейчас должен опять все снова начинать. Я бы опять начал то же самое сначала начинать. Моя проблема не что я не знал что это все надо начинать сначала. Нечто во мне заставляло меня. Мы были проданы в греху. не что новое должно в нас произойти. И это произошло. Мы сейчас новое творение. Апостол Павел говорит к эфесянам новый человек сотворенный по образу Божьему. ибо новый человек в нас имеет желание служить Господу. Он радуется о правде. Он радуется о воле Божьей. Его единственная цель служить Господу. может ты скажешь да но во мне выглядит все иначе. Так не может быть со мною. Я вижу что я не всегда то хочу что Господу угодно. видишь что ты живешь с того что ты видишь и чувствуешь. И до тех пор пока ты так само дальше продолжает думать ты борешься против своей старой натуры. пока ты не можешь познать и быть новорожденным свыше. Ты должен верить Слову Божьему что она есть истина. Бог освободил тебя от греха. Ты стал послушный от сердца Слова Божьему. и ты должен верить что ты живешь сейчас для Господа. Павел говорит считайся с этим что ты для греха умер. И считайся с этим что вы сейчас живете для Господа. Наше послушание послушание по вере. Мы должны Господу верить что это новое творение в нас находится. и что мы по доброй воле хотим для Господа жить. Ты говоришь да, не грешу ли я уже больше? Да, иногда грешу еще. Но не от сердца. ты чувствуешь себя очень плохо если ты знаешь что ты поступил нехорошо. Это у тебя тоже так? Поздравляю сердечно. Да, доказательство того, что ты новое творение. Бога ибо ты себя раньше так не чувствовал пока ты жил без Христа. Если чувствую себя угнетенным под грехом, это доказательство того, что я сейчас новое творение Бога. Что я больше не принадлежу греху и этой атмосфере. Да, мы сейчас спорчены для греха. Мы больше не принадлежим туда, в эту атмосферу. Мы можем старой натуре дать опять место и забыть забыть Божьи принципы освобождения и жить по старым привычкам. Мы замечаем, что тогда наша радость в Боге исчезает, наша свобода исчезает и что мы можем опять вернуться. Да, мы можем учиться по вере быть победителем над грехом. послушание не приходит от силы какой-нибудь, которую мы должны сами от себя производить, но слово послушание приходит, если мы верим, что мы новое творение в Боге. Первое послание Иоанна, первая глава, третий стих, законы Божьи не тяжелы для нас. Я вам скажу, что многие люди приходили ко мне за советами и они не всегда хотели доказать, что заповеди Божьи очень тяжелы. А я бы сказал, что я не аминь. А я им говорю, нет, это не может быть, я это не могу принять от вас. Вы меня обманываете. Ибо моя Библия говорит, что заповеди Божьи не тяжелы. Единственная причина, почему ты веришь, что они тяжелы, ибо ты живешь от твоих чувств и не от слова Божьего. заповеди Божьи не тяжелы, ибо это есть одна причина, почему эти заповеди не тяжелы. И причина, что мы новое творение в Боге. Для грешника это невозможно. цель, никогда не может достигнуть. Это такая причина, что цель, которую никогда не можно достигнуть. Но мы сейчас не должны жить старой жизни, по-старому думать. Да, наш ум должен быть обновлен. заповеди Божьи не тяжелы, ибо все, что рождено от Бога, побеждает мир сей. Сила победы находится в внутренности твоей. Чувствуешь ты это или нет. Да, это правда, это есть так. Сила победить грех, иметь победу над грехом, быть свободным от греха в жизни, она находится в тебе, ибо Бог ее вложил в внутренности твоей. Если ты имеешь одну собаку, и ты хочешь научить, чтобы он мяукал по собачьи, хочешь кошку научить по собачьи мяукать, тебе наверное это не удастся. Если он должен поступать так же как кошка, то собака будет слишком разочарована. Собака махает хвостом, если она радуется. Но если кошка махает хвостом, она слишком злая тогда. Если ты хочешь, твоя собака так же себя вела, как твоя кошка, то будешь иметь большие проблемы. И ты никогда не будешь иметь успеха в этом. Где же эта причина? Да, собака есть собака. И он не есть кошка. Может мы научимся нескольким примером. Но пока ты эту собаку оставишь, она будет опять как собака. ты придешь к собаке и будешь его опять учить. Но для него это просто работа. Он старается быть послушным и старается безошибочно делать то, что ты хочешь. И кошка лежит рядом на диване и смотрит все, что эта собака должна делать. И она говорит я себе спрашу что он себе так напрягается? Почему это для него так тяжело? Это же совсем просто. Собака смотри вот как я буду делать. И она ему все повторяет. Она мяукает. Она шнуркает. И она махает хвостом. Видишь это совсем просто. Собака говорит да тебе легко говорить. ты делаешь только то что твоя натура есть. Да ты же есть кошка. Поэтому тебе не тяжело поступать как кошки поступают. А я собака. Я никогда не буду с одной кошкой. Понимаешь ты это? ты новое творение. И это самое настоящее в жизни если ты живешь как новое творение опять в жизни. И все остальное будет тебе очень тяжело. Быть сильно тяжело. как новое творение в Боге жить опять по старым плодам жизни греха. Ты бы это мог достичь успеха. Но ты себя не будешь больше чувствовать счастливым. Да ты уже в другой личности другое творение. Нечто другое хочу вам еще сказать. Апостол Павел говорит что мы со Христом были крещены в Его смерть. Мы были похоронены с Ним через Его крещение. Водное крещение в Новом Тестаменте ставит, показывает нам в жизни единство верующего верующего в смерть и воскресение с Иисусом Христом. Так как Христос умер и полностью был разлучен с жизнью со Христом и потом когда Он опять воскрес так же самое и мы когда мы принимаем водное крещение Христос говорит что крещение это приказ кто верует и будет крещен будет спасен и некоторые слишком мудрые они говорят да но кто не верует будет проклятым крещение не обязательно принимать крещение и это будет иметь только проблемы если ты свидетельешь своей фамилии при твоих соседях Иисус говорит кто верует и принимает крещение ты говоришь да верить нельзя если я не имею крещение верить это значит быть доверяться Богу доверяться значит Христу быть последником Он Господин наш мы поступаем так как Он хочет за результаты отвечает Он И ищу самое маленькое разрешение не могу ли я верить без крещения нет Я говорю Господи что же я бы еще мог сделать чтобы тебе понравиться мы угодно а Христос говорит кто верует и примет крещение если Христос действительно Господин есть то для тебя тогда слово будет его повелением мы тогда не будем чтобы нас кто-то приводил в заблуждение разными традициями и я не буду слушать тогда что люди говорят и как они думают и я говорю тогда моим родителям да я воспринимаю признаю и я воспризнаю как вы мои родители но что касается моей духовной жизни я не отвечаю перед вами а я отвечаю перед Господом да я не стою в ответе перед какой-нибудь церковью большой нет но Христос для меня умер Христос позвал меня я следую Христу если какой-нибудь пастор не то говорит что Слово Божие да ибо Иисус меня спас я однажды буду стоять перед Христом и я должен Христу дать ответ за жизнь мою перед ним я не стою перед человеком и тогда приходят верующие ко мне и говорят я как маленький ребенок меня крестили уже я говорю я можно тебя немножко покапали на твой лоб водой твой крещеный меня уже крестили я говорю нет подожди кто же приказывает какое должно быть крещение ты или твоя церковь в которой ты находишься или же христос крещение по новому тестаменту это значит быть полностью погруженный в воду крещение в воде так как христос полностью пострадал за нас есть только один единственный пример крещения в новом тестаменте который нам показывает как это все происходило апостол 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 8 филиппус приводит начальника денег ко христу и они приходят к воде и этот министр хочет быть крещеным и здесь говорит слово Божие точно вы должны погрузиться оба в воду и он его крестит если бы слово Божие еще тогда думало как мы сегодня додумаем мог бы Филиппус сказать к этому министру я министр будьте сидите в вашей телеге и я принесу немножко воды с этого болота и мы здесь на этой телеге так и можем сразу это произвести это может быстро произойти и твой костюм останется чистым и это быстро быстро произойдет нет Филиппус иначе сделал крещение это значит погребение во смерть Иисуса Христа одна вера одно крещение это безразлично что люди говорят об этом крещении мы это приняли от Христа самого и мы говорим всякий человек который не по новому завету крещенный если он новое творение в Боге есть он должен быть крещенным как и Христос к нему некоторые потом приходят и говорят спрашивают да что опять мне новое принимать крещение я уже однажды крещенным был люди говорящие такое мы видим что они еще ничего из этого не поняли крещение по Слову Божьему происходит если мы обратились к Богу и возрождены свыше и мы не имеем права какие-нибудь религийные обряды в нашем детстве которое совсем не соответствует новому по новому тестаменту крещению по новому тестаменту опять дополнительно что-то принимать по по Слову Божьему говорит сначала веру а потом крещение и потом получение Духа Святого свыше Аминь 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 Гуд Унсо НЕХСТЕ ТЕМА ИСТ ДИ ТАУФА ИН ДЕН ХАЙЛИГИН ГАИСТ Наша следующая тема есть крещение Духом Святым Откроем Деяния Апостолов Глава 1 1 глава 8 стих Иисус говорит Иисус говорит вы получите силу свыше если Дух Святой на вас сойдет свыше и будете Моими свидетелями Это наша тема исполнением Духом Святым И Христос говорит для чего Он нам дан Крещение Духом Святым не дано чтобы через это попасть в небо мы попадем в небо потому что мы приняли Христа в нашу жизнь Крещение Духом Святым также для того дано чтобы была у нас одна тема спорить с другими но Дух Святой должен нам дать силу чтобы мы могли жить одной жизнью в жизни которые люди могут видеть что Христос жив и воскрес есть очень много споров на эту тему но у нас есть и Слово Божие которое об этом говорит и в этом Слове мы видим что Христос после воскресения говорит к ученикам своим послание Иоанна двадцатой главе он вдохновил их вдохнул на них и говорит примите Духа Святого и после того как Христос сорок дней с ними уговорил о Царстве Божьем и их задаче он говорит опять же к ним которые уже Духа Святого в таком виде получили оставайтесь в городе и ждите и не выходите пока вы не получите Духа Святого и если Дух Святой на вас сойдет тогда вы получили силу и можете идти во все концы земли и так эти ученики уже были рождены свыше они были рождены свыше и это было видимо в них и все же еще Христос сказал ждите исполнение Духом Святым некоторые учат что мы получили Духа Святого если мы рождены свыше да действительно бывает такое происходит одновременно крещение и возрождение но есть и другие примеры в новом тестаменте но учение из этого мы не можем произвести но учение из этого мы не можем произвести послание послание Иоанна 14 глава 17 стих говорит Христос мир не знает Духа Святого и они не могут его получить итак мы должны быть детьми Божьими чтобы получить вообще Духа Святого Лукас Лукас 11 послание Луки 11 глава 13 стих сколько Божьей более что Отец Небесный даст Духа Святого тем которые его об этом просят дети Божьи просят их Небесного Отца итак надо сначала быть Детем Божьим а потом может он просить Отца о Духе Святом не каждое Дитя Божье имеет автоматически Духа Святого мы не хочем это поделить на две на два общества на две ступеньки делать разницу в этом там общество которое имеет Духа Святого а то общество которое не имеет Духа Святого всякий человек может получить Духа Святого если он принял Христа в своей жизни и каждый должен это иметь но он должен знать что это не происходит автоматически он должен это знать что это происходит из из науки что мы можем это в жизни понять а апостол Паул приходит к христианам и находит там некоторых верующих и он спрашивает их получили Духа Святого когда вы уверовали получили ли вы Духа Святого когда вы уверовали тогда Павел в этом отношении может только доказать что он никакого понятия не имеет о новом учении Слова Божьего но апостол Паул написал две третьих части Нового Тестамента я думаю что апостол Паул знает больше Слова Божьем чем я этот вопрос получили ли вы Духа Святого когда вы уверовали доказывает что можно быть Дитем Божьим и не получить не имеющий Духа Святого это так же самое хватит попасть и в небо но этого недостаточно служить в Духе Святом иметь силу противостоять Сатане возложить руки на больных и изгонять злых духов Иисус говорит я вам дам силу Духа Святого и только так мы можем имея Духа Святого действовать мы хотим посмотреть некоторые примеры где люди получили Духа Святого Первый пример когда был День Пятидесятницы Иисус говорит вы будете крещены Духом Святым Святым Деяния Апостолов глава первая стих пятый я хочу вам показать что здесь не только в словах говорится что действительно здесь люди это пережили и что в этом многие разные слова употребляются которые между собой можно даже заменить Иисус говорит Иисус говорит вы должны быть крещены Духом Святым и когда это произошло Дух Святой не говорит что вы были только крещены Духом Святым Деяния Апостолов вторая глава четвертый стих они были все полны Духа Святого да и они стали говорить и на новых языках которые они совсем никогда не учили и эти языки дал им Дух Святой и последствия какое здесь описывает как это произошло они исполнились Духа Святого и они начали не Дух Святой начал они начали говорить так как Дух Святой дал им говорить Другой пример мы видим Деяния Апостолов восьмая глава Филипп когда он проповедовал в Самарии произошли чудеса и действия в городе многие люди уверовали в двенадцатом стихе говорится но когда поверили Филиппу благовествующему о Царстве Божьем они были поражены что он говорит о Царстве Божьем о имени Иисуса Христа да это была его тема о которой он проповедовал на улицах они веровали его проповеди и приняли Крещение и в четвертом стихе читаем мы читаем мы И находившиеся в Иерусалиме апостоли, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Итак, эти люди приняли Христа и были, и приняли водное крещение. И все же еще апостолы считали занужным молиться с ними, чтобы они приняли силу Духа Святого. Они не сказали, ну да, вы сейчас стали верующими, но я, вы уже имеете все Духа Святого. Но здесь подчеркнуто видно, что они еще никто не имел, не получили Духа Святого. И поэтому они стали молиться за этих новообращенных. Здесь не пишут, что они сразу стали говорить на новых языках. Но мы видим, что здесь произошло нечто новое, которое видимое. А Симон, когда увидел, что они получили Духа Святого, если апостолы возлагают руки на них, Духа Святого нельзя видеть. Но действия Духа Святого можно видеть. И я уверен, что Симон здесь в этом примере видел, произошло то же самое, он видел то же самое, что произошло во время Пяттестницы. Конечно, я не могу этим текстом это доказать, но мы видим, исходя из Слова Божьего, что исполнение Духом Святым приводит нас к большому учению, и руководящие братья считали очень нужным, чтобы эти новообращенные тоже имели этот опыт с Духом Святым. И в девятой главе Деяния апостола, когда апостол Павел, Саул обратился к Богу, посылает Бог своего ученика в это место, чтобы он одним помолился, чтобы Саул стал опять видящим и исполнился Духом Святым. И так мы видим, что Бог сам заботится, чтобы это было применено в жизни. И в Деянии апостолам в 10 главе мы видим, где апостола Петра позвали к язычникам, и как они хотят, чтобы Он им засвидетельствовал об Иисусе. Петрус имел большие проблемы с этим. Он до этих пор никак себе в сердце не мог представить, что даже язычники могут быть спасены. Это показывает мне, что если даже исполнившись, быть исполненным Духом Святым, говоря на других языках, и все же можно быть в своих понятиях и в заблуждении. И здесь апостол Петр свидетельствует о Иисусе Христе. Мы читаем в Деянии апостолов, 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Дух Святой сошел на этих людей, которые слушали Слово Божие. И мы видим, как это было видимо на них, как этот апостол Петр мог это видеть. Мы видим, что он был сначала в изумлении. В изумлении он никак не мог себе представить, что язычники могут принять из Христа в сердце. Мы можем сказать, ну почему же он этому не верил? Не говорил ли Христос, идите во все концы земли и проповедуйте Слово Божье? Вместо того, чтобы посмотреть на Петра, мы должны лучше молиться, Господи, покажи ты мне, как мне быть в моей жизни дальше. Мы никогда не можем перестать учиться и расти. Если мы получили Духа Святого, это не значит, что мы уже все имеем. Но есть, мы имеем хороший фундамент, чтобы возрастать в полноценного человека. Апостол Петру видел, что Дух Святой сошел на них, ибо он и его сопровождающие слышали, что люди, находящиеся в доме Корнелиуса, говорят на новых языках. И тогда, когда он слышит, что они говорят на новых языках, он уверен, что да, они получили Духа Святого. И он говорит, ну да, если они получили Духа Святого, значит, что они стали верующими. Когда же они стали верующими. В тот момент, когда апостол Петр им проповедовал спасение и прощение во Христе, они это приняли в их сердцах. И Дух Святой сошел на них, ибо апостол Петру никак бы не мог поверить, что они приняли Иисуса Христа в сердце. Ну, сейчас говорит апостол Петру, ну я, раз вы исполнились Духа Святым, значит, что они должны и Христа принять. Ибо только тот, кто принял Христа в сердце, может быть исполнен Духом Святым. Итак, если они сейчас имеют Иисуса в сердце и Духа Святого, тогда единственное, что им еще не хватает, они должны принять водное крещение. И в следующей главе видим мы, когда апостол Петро приходит к своим братьям, и мы видим, что они имели длинный разговор. Он должен был им принести объяснение, почему он дал крещение язычникам. Это значит, что они тоже были связаны в своей религии, как и он. И они все это проверили, как это все произошло. И апостол Петро должен был им рассказать все сначала, как это произошло. И он им рассказывает, дорогие братья, я в этом действительно ничего не имею, не виноватый в этом. Я им только ответил их вопросы, что они имели о Христе. И я им просвидетельствовал о Христе, потому что они хотели это слышать. Я действительно ничего не делал. И вдруг в одно мгновение стали они говорить на новых языках. Поверьте мне, братья, я здесь ни при чем. И он говорит, и тогда, когда они стали говорить на новых языках, в 16 стиху, думал я о слове, которое было вдалеке, И когда он сказал, Иоанн крестил вас водой, вы же должны быть принять крещение водой. И если Бог им дал те же самые дарования, как и нам дал, тогда значит, что и они стали христианами. И я должен был их крестить. И это другие все признали, что это правильно. Апостол Петро говорит, что эти братья в доме Корнелия получили это то же самое, что мы получили в день Пятидесятницы. И это мне говорит очень многое. То, что произошло в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на них как в виде и горящие языки сошли на головы этих людей. И они стали говорить на новых языках. Но у Корнелия не было ни ветра, ни горячих языков. Но только новые языки. И все же апостол Петро говорит это то же самое, что мы получили в день Пятидесятницы. Из этого я прихожу к заключению, что исполнение Духом Святым это один единственный пример, который можно сразу видеть действительным, что человек говорит на новых языках. Апостол Петро не сказал, нет, нет, там не было ветра, не было огня, только языки были там. Да, это было там не что-то неплохо, но не день Пятидесятницы. Но они говорили на новых языках, и Слово Божие говорит к нам два раза. В глазах апостола Петра было то же самое, что в день Пятидесятницы. Слово Божие учит нас, что всякий христианин должен получить Духа Святого. И она так же само учит нас, если мы это пережили, тогда мы можем говорить и на новых языках. Это нечто, что мы, как верующие, получаем от Бога. Это очень прекрасно, молиться, ибо это дает нам силу. Первое послание Коринфянам, четвернадцатая глава, четвертый стих. Говорящий на новых языках укрепляет сам себя. И в этой же главе, в четырнадцатом стихе, говорится, апостол Павел говорит, если я молюсь на языках, то молится Мой Дух. Это то, что это нам нечто, что мы получили новое, когда мы молимся. Он говорит, что если мы получили Христа в нашем сердце, молится наш Дух, но это не видимо. Ну да, этот Дух Святой в нас так не виден. И только в течение нашей жизни это будет видимо в нашей жизни. если мы будем исполнены Духом Святым, молится наш Дух. Это нечто очень интересное, ибо Духом живем мы в невидимом мире. В Духе мы встречаем Бога, не в нашем Духе или в нашем теле, но Дух Божий только Духом Божьим мы можем познать Бога. И когда верующие по Новому Тестаменту жили в двух сферах, в духовной сфере, где нет никаких национальностей, мужчины или женщины, единственные, которые рожденные во Христе Иисусе, они живут, рождаясь в новое Царство Иисуса. Откровение, о котором здесь говорит апостол Павел, о спасении, нам еще больше открывает, чем даже Евангелие. Евангелием и Деяния апостолов показывает нам то, что мы можем глазами видеть. Иисус вознесся на глазах учеников в одном облаке. Он говорит, я иду к Отцу Моему. Но апостол Павел говорит нам в Откровении, он говорит, что мы в Духе нашем что мы вознесение переживаем в нашем Духе. Он говорит об этом в Кефесянам 2 главе. что мы со Христом в небесном мире. Что духи злобы под нашими ногами. Мы цари и священники. Цари, которые господствуют. Священники, которые посредники между Богом и неверующими человеками. Итак, мы имеем посредника между Богом и неверующими человеками. Между миром. Мы живем в духовном мире. Встречаем там Бога. Переживаем силу Божью. И потом, исполненные Духа Божьего, возвращаемся мы в видимый мир. и поступаем там то, что Бог нам даровал. Итак, мы вращаемся между видимым и невидимым миром. Духовный мир очень действительен. Я могу вспомнить, когда я был еще молодым и я впервые слышал, что мы со Христом перенесены в небесный мир. Для меня это было совсем недействительно. Это не имело никакого значения для моей жизни. И никакого значения как я молился. Но если придет Дух Святой в жизнь наш и нам это осветит, тогда мы узнаем больше, нежели наш ум. И если мы говорим сейчас на языках и молимся, тогда мы получаем от Духа Святого Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Они начали говорить так, как Дух Святой им дал говорить. Молиться на языках это значит быть преданным Духу Святому. Мы предаемся полностью Духу Святому. Мы получаем от него языки и так происходит изменение. И если мы молимся на языках, то это происходит впервые в нашей жизни, что новое, что Бог нам дает, что в этом видимом мире себя проявляет. видимо мир называет Библия то, где Сатана руководит. И это там, где мы, там, где есть проблемы. Мысли и чувства принадлежат видимому миру. К невидимому миру принадлежит Дух Святой, Христос, Отец Небесный и так же само наш Дух. Если мы молимся на языках, мы получаем нечто от Бога. И мы пропускаем, чтобы это текло в видимый мир. Нечто от Бога приходит в этот мир полный проблем. это нечто большая сила молиться. И Сатана боится такой большой молитвы, ибо он не может противостоять силе Божьей. И это же не может быть, что такая большая благословенная молитва, что она только для малого количества верующих там есть. Многие верующие берут место с первого послания Коринфянам, глава 12, где апостол Павел говорит о дарованиях Духа в собрании. Он говорит, все ли апостолы, все ли пророки? И потом он говорит, все ли молятся на языках? Ответ всегда говорит нет. И некоторые говорят потом, ну видишь, не все же молятся на языках. Мы должны различать, потому что Библия различает между дарами Духа Дух Святой действует через нас для других в собрании. И в нашем обыкновенной молитве, чтобы мы получили Духа Святого. Апостол Павел говорит первое послание Коринфянам, 14 глава. Я хочу, чтобы все вы молились на языках. Он действительно здесь на греческом языке говорит, я хочу, чтобы все вы молились на языках. Я хочу, где апостол Павел говорит в 12 главе первого послания Коринфянам, что не все молятся на языках, ибо Дух Святой сам раздает дары, кому он хочет. И здесь вдруг он говорит в 14 главе пятом стиху. Я хочу, чтобы вы все молились на их иных языках. То я могу прийти к заключению, что Павлик здесь в недоразумении. Нет, он здесь не в доразумении. Нет, он не в доразумении. Да, он здесь говорит о двух совсем разных вещах. Он говорит о даровании Духа в 12 главе. И он говорит о своих языках, которые мы получаем, если мы молимся к Богу, о Духе Святом. И каждый человек должен получить опыт из этого, что здесь говорит об этом Библия. Павлик говорит, я хочу молиться в Духе, хочу молиться и умом моим. ganz без вопроса. Бетен в Духе значит молиться и на языках. И если в другом месте это же слово употребляется, молитесь на иных языках, то я хочу сказать, что Паул здесь действительно знал, о чем он говорит, я знаю, что он здесь говорит о молитве на иных языках. Как посланник Ефесянам, 6 глава, в 18 стиху, после того, когда он получил духовное снаряжение, он говорит, молитесь во всякое время и умоляйте в Духе Святом, во всякое время в Духе Святом. Он не говорит, что молитесь, когда вы ведете борьбу на языках, если бы этот опыт не для всех верующих был, тогда бы эти люди в Ефесянах не молились на языках. Они бы сказали, апостол Павел, ты страшный человек, ты даешь приказания, которые мы вообще не можем исполнить. Ты пишешь в твоем последнем письме, мы должны все молиться на языках. Павел, не знаешь ли ты, что это только малые люди получили? Я думаю, если действительно кто-то понял Слово Божие, так это был апостол Павел. Этот стих в Слове Божьем показывает мне, что так молиться должны все верующие. Иисус говорит в 16 главе к Маркусу, эти действия будут сопрождать тех, которые верят в Слово Божие. Во имя Мое будут они изгонять злых духов, и они будут говорить на новых языках. Некоторые уже говорили мне, Моя Церковь не верит, что можно молиться на новых языках. А я говорю, что Иисус верит этому. А Христос смотрит в будущее и видит новых верующих. Что они изгоняют бесов, возлагают руки на больных. И он видит, что новорожденные свыше говорят и на новых языках. Так будет прославленный Бог. Говорить на языках, это значит, касается всех верующих. Это очень большой опыт с Богом. Это не должно только тогда происходить, если мы исполнены Духом Святым. Но это должно быть ежедневное исполнение Духом Святым. Я уже многие, много лет молюсь на языках. Но с тех пор, когда мне это стало очень действительно разуметь, что это происходит, когда я так молюсь, переживаю много, много больше благословений от Господа. Можно молиться на языках. А в своем уме занять совсем другими вещами. Что я должен еще сделать? Что мне еще купить? Как я сделаю эту вещь? Как мне сделать ту другую вещь? Апостол Павел говорит, мы можем молиться на языках, и ум наш придет к спокойствию. И только тогда откроются наши глаза для невидимого мира. Молитва на языках, чем дольше мы молимся, тем лучше и кремче должна эта молитва быть. Это как один колодец, с которого происходит жизнь. И это родность, которая в нас происходит, которая в нас возрастает. И мы учимся, что мы можем Духа Святого в нас познать. Что он так необходим для нашей духовной жизни. Если мы познаем Духа Святого, который в нас живем, мы знаем тогда, как мы получаем ответы от Бога. Мы знаем тогда, как Дух Святой через нас может действовать. И мы знаем, как нас Бог тогда духовно ведет. И мы тогда находимся полностью в воле Божьей. И несмотря на то, что смотрим ли мы правильно это поступаем, делаем или нет, если мы даже что-то неправильно сделали, мы чувствуем в Духе нашем, что мы ничем-то не удовольны. И мы можем это тогда, мы можем изменяться в нашей жизни. Бог исполняет Своим Духом Святым в нас. Послание Юдов в двадцатом стиху говорит, что возрастаетесь, возрастайте в вере, в том, если вы молитесь в силе Духа Святого. И пребывайте в любви Божьей. Итак, мы видим, что молитва в повседневной жизни очень необходима. Хочем еще посмотреть, как же получить этого Духа Святого. Получаем мы Духа Святого от Бога по нашей вере. Апостол Павел говорит, получили ли вы Духа Святого через дела или по вере? Это значит, что он им проповедовал веру. И как мы можем эту веру применять? Для того, чтобы получить Духа Святого. Вера приходит от слышания. Итак, если кто-то хочет получить Духа Святого, для того, не надо слишком много с ним молиться. Не надо сильно кричать. Или его качать и дергать. Или что-то еще с ним делать. Но просто ему показать, научить его Слово Божьего. И он тогда видит на основании Слова Божьего. Всякий верующий в Бога должен получить Духа Святого. Это не от того, или Бог даст, но от того, или ты это получишь. В день Пятидесятницы мы видим, что Бог дал достаточно Духа Святого. Это значит, что это достаточно Духа Святого для каждого верующего в Бога. Апостолы не молились, чтобы Бог дал Духа Святого. Но они помогли этим новорожденным, чтобы они получили Духа Святого. Это не у Бога проблема, но у нас, у верующих. Если мы видим, что крещение Духом Святого есть для нас, мы можем просто об этом у Бога просить. Послание Луки, 11 глава, 9-13 стиха. Говорит, как мы, что мы должны молиться о Духе Святом. Умсомер будет Отец Ваш Небесный даст Духа Святого тем, которые Его просят. И мы видим, что Иисус пообещал Отец даст всем тем, которые Его об этом просят. Если я с кем-то молюсь, я знаю, что он его получит. Ибо я уверен, что Господь держит Своё Слово. Но тот, который о Духе Святого молится, он должен тоже в это верить. Итак, я его спрашиваю, хочешь ли ты получить Духа Святого, если мы сейчас об этом будем молиться? Если он говорит, но я не уверен, не знаю, я надеюсь, если было бы неплохо, у моего брата тоже получилось, тогда я не буду с ним молиться. но я ему буду опять показывать на основании Слова Божьего. Я ему говорю, прочитай послание к Луки, одиннадцатая глава, тринадцатый стих. Кому Отец Небесный даёт Духа Святого? Тем, которые у него об этом просят. Какие причины, чтобы получить Духа Святого? И мы здесь же находим ответ. Вести святую жизнь, много молиться и поститься, Бога искать и ждать. Нет, Слово Божие говорит иначе. «Получили ли вы Духа Святого тогда, когда вы уверовали?» Итак, мы видим, что Духа Святого можно получить тогда, когда мы уверовали. И на основании Слова Божьего мы просим Бога, мы говорим, «Отец в Иисусе Христе обещал нам, дай Духа Святого, если тебя молю, я знаю, что ты мне его сейчас дашь, я молю тебя сейчас об этом, и я хочу это получить сейчас по вере». Что значит «по вере»? «По вере» значит, что ты не по чувствам или не каким-то особым большим откровениям, которые мне могут доказать, что Бог мою молитву слышит, но я верю, что Бог верен в своих словах, и я получаю так, как Он обещал по Слову Божьему. Если ты приходишь в гости, если приходят к тебе гости, сколько времени надо тебе, чтобы ты получил этот подарок? Тебе же не надо часы на это, чтобы получить подарок. Ты протягиваешь руку и берешь этот подарок, который тебе гости принесли. Итак, что мы делаем? Мы благодарим Богу за то, что мы получили. Итак, мы сейчас находимся на том месте, где ученики были в день Пятидесятницы. Мы исполняемся Духа Святого, чувства не имеют никакого значения. И по вере в Духа Святого, который живет в нас, открываем мы наш рот, и мы молимся к Богу на новых языках. И тогда мы полностью расслаблены. не то, что мы нас какие-то заключенные, и что-то ждем какого-то особого голоса. Слово Божье говорит, нет, мы говорим на новых языках. Да, ты выражаешься, что это твой язык. Твой голос. Твой рот. И ты должен начать. И Дух Святой дает новые языки. И кто так научен, знает, что с ним произойдет. И он действует по вере. И так начинает Дух Святой действовать в твоей жизни. Это здесь ничего особого, если он начнет говорить через тебя на других языках. Но мы знаем, что Бог исполняет Слово Свое. Аминь.